приветствую вас дамы и господа поговорим сегодня про кусок т-34 кусок американский тяжелый танк 8 уровня конечно же премиумный в данный момент можно этот танчик приобрести забоны и забегая наперед скажу вам что это не ошибка в 2023 уже почти двадцать четвертом году в мире мир танков приобрести данный аппарат забоны но давайте по порядку начнем с 2010 года когда этот танк появился в игре получается этот танчик появился у нас вместе с игрой и скоро ему будет 14 лет какой у нас сегодня старый танк но в начале этот танк был тяжелым на девятом уровне в 2011 году ему по нерфили у вены на 4 градуса и после этого у и на не трогали больше никогда это что получается его в 2010 году ввели в игру с военными 14 градусов сейчас 2023 почти четвертом году вводят танки из гидропневмо подвеской у которых у и на 14 градусов и это типа там фишка у вены крутейшие вон в 2010 году просто без подвески обычный танк 14 градусов с кайфом вот это наверное была фишка но и по нерф или ему 4 градуса и осталось 10 в 2012 году этот танк перевели в прем танки и сняли с девятого уровня сделали восьмеркой из 2012 года получается у нас уже 12 лет этот танчик является у нас прем танком 8 уровня тяжелым американским и после этого этот танк еще много много раз улучшали ему и на 5 процентов доходность улучшали и в 2017 году ему улучшили стабилизацию сведения обзор на 20 метров стало 380 в 2021 году снова его apple и снова улучшили стабилизацию скорость поворота и даже мощность двигателя было 810 стала 930 и вот в патче 123 его снова улучшают и стабилизацию и сведения еще и скорострельность то есть этот танчик больше десяти лет улучшают единственный нерв который я там нашел ему один раз увы и отрезали принципе и все какие главные достоинства нашего танка в первую очередь это конечно же орудие наверное единственное что может заинтересовать вас в этом танке поскольку броня посредственная альфа 400 пробитие бэбэшкой 248 пробитие специальным снарядом 297 альфа плюс пробитие плюс у и на 10 градусов плюс более менее приемлемая броня во лбу башни но честно вам скажу слабенькая броня в целом прям надеяться на нее не стоит быстренько выглянули за холмика бахнули спрятались у нас еще и точность 035 сведения 2 и 7 сведения было намного хуже теперь сведение можно разогнать до каких-то приемлемых циферок дп мутанка 1726 время перезарядки почти 14 секунд 1500 хп броня корпуса во лбу 100 миллиметров броня башни 279 написано но на деле его в маску восьмерки голдой пробивают спокойно я недавно провел стрим можете его посмотреть там 5 или 6 мастеров я получил за 15 боев средний урон был больше трех тысяч за стрим а как говорили великие философы если на восьмерке средуха 3000 то он не может быть слабым максимальная скорость 35 скорость поворота 26 скорость порота башни 24 удельная мощность 14 с хвостиком в общем что это за танк большой не особо бронированный медлительный вялый такой реально кусок но главное его достоинство это грозное орудие оно действительно приятное в плане того что пробития очень много альфа достойная и комфорт стрельбы более менее приемлемый конечно пушка частенько кассит я играл с оборудованием досылатель стабилизатор а также экспериментальное оборудование сведения в котором есть еще и стабилизация у меня приемлемая получилась стабилизация более менее адекватное сведение и танчик я использовал в основном как за 15 боем не было три боя где слился в нули но поскольку малейшая ошибка танк сразу же рассыпается то есть ошибки он не прощает вообще но правильное использование танка это занимать укрытие рельефики и безопасно выкатываться выдавать альфу и прятаться все на первой линии встречать врагов там быть авангардом своей команды это не занятие т34 поскольку удар он держит очень плохо меня весь стрим пробивали голду и маску также еще в крышу пробивали в лючок пробивали корпус вообще очень плохо танкует да можно там не перекручивая аккуратненько бортиком попытаться потанковать это да бортом он что-то там отбивает если угол делать небольшой также почти весь стрим я стрелял бэбэшками и танк фармит очень хорошо в редких случаях я стрелял специальными снарядами когда попадался против десяток там маусу какого-нибудь щеки подергать или еще какого-нибудь чувака на десятом уровне наказать здесь специальные снаряды могут пригодиться но в основном практически всегда бэбэшек хватает какой вывод по танку стоит ли его брать за боны на мой взгляд вполне себе можно и даже сложно сказать какой танк лучше сейчас amx m4 мл 49 или т34 пушка конечно мне больше нравится у т34 но удар amx держит намного лучше и выживаемость там лучше здесь уже на вкус и цвет все танки за боны разные мне в принципе этот этот нравится на amx если ошибся то можно что-то там и потанковать а вот на т34 если ошибся то все одна ошибка это ошибся с лица с 1000 на т34 очень легко малейшая ошибка в перекатке или выборе позиции все смерть на месте сразу же без права на реабилитацию поэтому что я могу сказать точно так же как и я делал прошлый раз видео про сидиси что там ошибки непростительны что тут ошибки непростительны но танки про разный геймплей здесь уже на свой вкус и цвет да найдутся люди которые прибегут комментарии начнут рассказывать что ты ничего не понимаешь танк был плохой будет плохой всегда плохой 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 но если у вас скилла нету то а какой для вас танк хороший на каком танке не нужен скилл чтобы делать результат я поиграл на этом танке смог его реализовать показать хороший результат на фармить кучу серебра фармит нереально хорошо тем более с новогодними бонусами вообще жесть если вы не можете реализовать этот танк ну понятно дело он вам не подходит а когда подойдет ну когда скилл отрастите если получится что касаемо полевой модернизации здесь у меня все по стандарту сохранение набранной скорости улучшение точности увеличения обзора точность на танке у меня получилось 0 3 сведения 2 и 3 дпм 2 200 принципе что еще надо на мой взгляд это очень достойный танк на котором интересно играть он очень хорошо фармит он позволяет реализовать скилл и при этом поддерживает интерес тем что заставляет вас не ошибаться следить за игрой не допускать ошибки поскольку они непростительны на этом танке если вы слабый игрок я думаю что не факт что вы сможете реализовать этот танк но в некоторых боях на нем очень легко играть подъезжаешь к позиции выкатываешься из-за насыпи из-за холма из-за позиции стреляешь через рельеф закатываешься назад все единственно что на нем нужно понимать куда и когда по карте вовремя ехать если мы на перекатке ошиблись не вовремя поехали нас засветили то слиться очень легко он не особо быстрый неповоротливый не бронированный особенно в корпусе иногда он танкует башни когда мы играем через рельеф принципе все так же если мы заедем сильно глубоко нас легко могут задавить дпм не прям уж какой-то большой скорости куда-то уехать убежать у нас не будет сильно много жить за счет брони мы тоже не сможем поэтому люди которые очень хороши в тактике в этой игре для них этот танк будет несложный вот такой мой вывод по танку т-34 очень достойный аппарат забоны лично мое мнение если вы с этим мнением не согласны свое можете написать в комментариях а и в конце еще хотел сказать что три отметки я на т-34 взял до а по много лет назад когда он был очень плохой лично мое мнение что он раньше был очень слабый мне он вообще не нравился очень медленный неповоротливый долго перезаряжается вообще не держит удар но после кучи апов ему там и двигатель апнули мощность и скорость поворота и стабилизацию несколько раз и сведения несколько раз после вот этих вот ежегодных практически апов этого танка через много-много лет он стал нормальным обидно что я три отметки на нем накатал когда он был очень слаб с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока